Брэнди Бобу Столу В могиле проскакал без остановки на похмелье, хотя и много выпивал. Спойлер. Предупреждение и признание. На написание этой книги ушло почти 10 лет, и я все еще жив. Это спойлер. Теперь предупреждение. Тема оказалась куда богаче, чем я представлял. Хотя моим изначальным намерением было охватить весь мир, например, рассказ в основном ведется о странах, которые мы привыкли называть Западом. Надеюсь, однажды, когда я как следует поправлю здоровье, я глубже изучу Россию, Азию и Африку и продвинусь дальше на юг. В Южную Америку, например. И, наконец, признание. За последние несколько лет я посетил слишком много городов и слишком много стран. И выпил слишком много всего в компании барменов, предпринимателей пивоваров, виноделов, выпивох и ворчунов, самогонщиков, врачей и знахарей, а также людей, с которыми пить не стоило. Я пробовал все виды настоек, тоников, порошков, таблеток, пустышек, кореньев, листьев, коры, лечебных препаратов и процедур, которые мог проверить легально и некоторые другие. И хотя все события, описанные на этих страницах, происходили в действительности, а я голову расшиб ради проверки фактов, изложены они иногда не в хронологическом порядке. Впрочем, несмотря на все мои старания, после ночи неизбежно наступало тяжелое утро нового дня. Предисловие Пара слов о паре слов Любая история начинается с названия, если у нее, конечно, есть название. В нашем случае уже на этапе названия возник спор, по крайней мере, с моим редактором, который настаивает на том, что оно пишется через дефис, hungover, и моим отцом, который убежден, что это два слова, hungover. Но, как по мне, один из них пьет чертовски много, а другой недостаточно, да и вообще. Это моя книга, поэтому в ней будет слово hungover, а также адски и чертовски. Hungover — это наречие, образованное от существительного hungover, похмелья. Не путать с хмелем. Разницу хорошо объясняет Ричард Линклейтер в фильме «Школа рока». Дью и Финн Джек Блэк Окей, давайте на чистоту. У меня похмелье, кто знает, что это значит. Мальчик Это значит, что вы пьяный. Дью и Финн Нет, это значит, что я был пьян вчера. Или, как писал Клемент Фрейд, племянник Зигмунда, быть пьяным значит слишком много выпить. Похмелье же наступает, когда одна ваша часть достаточно протрезвела, чтобы осознать, насколько другая часть все еще пьяна. Но так или иначе, вы все это знали наверняка, хотя могли не знать в точности, что значит этимологически новое слово похмелье — hungover. В начале 20 века его даже не существовало. Про того, кто вчера был пьян, говорили он хандрит, отходит или просто ужасно себя чувствует. Это одно из самых молодых слов в английском языке. Но за какую-то сотню лет после появления на свет оно стало незаменимым для описания состояния куда более древнего, чем язык. Люди напивались испокон веков. В бронзовый век, железный век и в эпоху джаза рушились империи, бушевали войны, целые цивилизации были обращены в рабство и все из-за похмелья. Однако, углубляясь в тему, вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что углубляться особенно некуда. Будь то проспиртованный Беовульф, виноцветная Илиада или тысяча пьяных арабских всадников, как пишет Барбара Холланд в книге «Радость питья» «The Joy of Drinking». Ни в одной дискуссии о подвигах Геракла не упоминается похмелье. У наших предков даже слова такого не было. В своем обширном сборнике сочинений о пьянстве с метким названием книга «Бухла» «The Booze Book» Ральф Шанштейн описывает эссе Кингсли Эмеса «О похмелье» «О hangovers» двумя короткими фразами. «Литературы о похмелье мало. По сути, это все, что мне удалось найти». Складывается впечатление, будто похмелья вовсе не существовало, пока не появилось судьбоносное слово для его обозначения. Или же оно было настолько повсеместным, что писать о нем казалось излишним, как упоминать, что персонаж дышит, когда говорит. Впрочем, не только поэты и историки по какой-то причине игнорировали похмелье на протяжении всей истории. Точно так же поступали и профи в белых халатах. Государства не предпринимали практически никаких усилий, чтобы рассмотреть похмелье как официальный медицинский диагноз, хотя это одно из самых распространенных и сложно устроенных заболеваний, известных человеку. Объясняется это тем, что в такой хворе виноват только сам больной. И хотя это, возможно, правда, сам виноват и тому подобное, надо думать, что даже с ветилом медицины при всем их моральном превосходстве доводилось напиваться до потери человеческого достоинства. А потому за прошедшие тысячи лет они вполне могли заняться проблемой. Но сегодня на нее обращают внимание не столько врачи, сколько предприниматели. Они выжимают экстракт из виноградных косточек, чистят гуаву, мультируют опунцию, чтобы потом разлить все это по бутылочкам и выставить шеренгами на полках круглосуточных магазинов указ. Словно крошечных солдатиков, селяющих надежду в покупателей. Остается только догадываться, чем все это закончится, как и наше искание. Итак, перейдем к следующей части названия. На охоту, к сожалению, или к счастью, пришлось отправиться именно мне. А вот к чему она приведет, все еще не ясно. Она включает в себя реальные фундаментальные исследования. Беседы с умнейшими людьми, тщательное изыскание научной стороны вопроса, сбор актуальной информации, изучение химии и тому подобного, с целью понять, что все это значит. Но еще больше результаты зависят от практической части исследований. И вот тут все не так однозначно. От равнин Вегаса и Амстердама до гор Шотландии и Колорады. От моржевания в Канаде до альпийских СПА-комплексов. От первого в мире научно-исследовательского института по изучению похмелья до хостела «Похмельная лечебница» на Октоберфесте. От храма Вуду в Новом Орлеане до лондонской конторы врача, утверждающего, что он синтезировал аналог алкоголя. От тех, кто пытается найти заветное снадобье, до тех, кто якобы его уже нашел. Как охота, так и книга не дойдут до настоящего финала, пока и не найду лучшее лекарство от похмелья. На моем столе рядом с почти пустой бутылкой здесь могла быть реклама моего спонсора высятся гигантская стопка маленьких книг. Большинство из них почему-то квадратной формы и опубликованы в последние 10 лет. Лекарство от похмелья. Единственное лекарство от похмелья. Главное лекарство от похмелья. Излечись от похмелья. Излечись от своего похмелья. Как излечиться от похмелья. Как избавиться от головной боли. И излечиться от похмелья. Средства от похмелья. Средства от похмелья. Чудодейственные соки. Натуральные средства от похмелья. Настоящие средства от похмелья, лекарства от похмелья, с похмелья, 10 способов быстро победить похмелье, похмельное руководство, 15 натуральных средств, 40 средств от похмелья, 50 способов вылечиться от похмелья, лечению похмелья 52 способа, руководство при похмелье, 101 средства от самой древней болезни, лучшие в мире средства от похмелья и маленькая книга средств от похмелья.